добрый день дорогие друзья с вами компания про тюнинг и меня зовут игорь сегодня вам более подробно расскажем что такое оклейка автомобилей виниловой пленкой более подробно углубимся в эту тему и расскажем вам зачем она нужна и как это работает погнали начнем мы с общих понятий плена какие они бывают во первых это может быть прозрачный полиуретан как на этой новой бмв семерки то есть пленка у нас не несет никакой функции по не изменяет цвета а именно защита кузова то есть машина у нас как было в таком вот очень красивом цвете с глянцевой фактуры так она и осталась в таком же исполнении то есть это если мы говорим про полиуретановые пленки для защиты кузова сегодня так как мы с вами рассматриваем пленки виниловые то вот у нас есть пример здесь ролик пленки которая сейчас будет клеиться на машину и такая пленка такой материал используется для смены цвета потому что он у нас не прозрачный он полностью идет цветной и меняет обличие машины снаружи либо какие-то другие элементы которые необходимо заклеить на автомобиле и прежде чем мы начнем разговаривать более углубленно про виды виниловых пленок еще хочется упомянуть два немаловажных момента первое это то что машина при оклейке разбирается то есть нам нужно разобрать элементы под которые мы будем загонять пленку чтобы не было видно заводского цвета машина вот на примере этой альфа ромео джулия прекрасная машина очень красивая она будет клеиться в ту пленку которую я он только что показывал брукса фол такой темно зеленый оттенок очень интересный и чтобы у нас ничего не просвечивалась от этого серого заводского снимаются собственно элементы которые будут нам мешать в оклейкой это ручки передние задние нижние молдинги дверей сзади у нас почти вся часть разбирается то есть снимаются задние фонари и бампер все шильники чтобы мы вот это все наклеили пленку завернули под все элементы и уже машина полностью выглядела у нас цельно это первый момент и 2 на какие типы покрытие клеится пленка пленка любая что полиуретановая что виниловая клеится всегда на идеально ровный лаковый слой автомобиля то есть лакрашное его покрытие потому что в ней имеются специальные каналы которые вымещают из себя воздух и тем самым она максимально плотно прилегает кузову и сама она никуда не денется с него поэтому смотрим на идеального красное покрытие если нужно подготовить если на нем имеется сколы повреждения тоже это все естественно делается готовится все это также как и под покраску и после этого уже клеится пленка и еще один момент о котором стоит упомянуть многие автовладельцы хотят заклеить внутренние порожки автомобиля то есть вот эти вот части посадочные зоны но они очень часто идут текстурные естественно там поверхность у нас не идеально ровная как на лакрашном покрытие автомобиля и сделать качественный результат не всегда представляется возможным поэтому такие элементы чаще всего не клеится потому что со временем они могут отходить потому что те самые каналы которые есть у нас в пленке с обратной ее части в них снова начнет поступать воздух нежели с лкп автомобиля которая идеально гладко и так вернемся к самим пленкам какого вида они бывают на первый взгляд когда мы на них посмотрим понятное дело да что у нас огромная палитра цветов как можете видеть абсолютно на любой вкус на любые предпочтения найдется тот самый вариант то их очень сильно отличает друг от друга это самое основное пленки бывают либо глянцевыми либо матовыми матовые пленки еще могут быть с эффектом сатина с 1 придает нам чуть больше глянцевости кто к тому самому матовому варианту пленок и благодаря этому он очень хорошо подчеркивает какие-то острые грани на кузове автомобиля придает ему объема как я считаю сатиновые пленки матовые гораздо лучше всего смотрится на автомобиля нежели стандартный мат какие плюсы и минусы могут быть матовых либо глянцевых пленок но первое если мы посмотрим на любую глянцевую пленку например вот такой вот вариант мы выберем это и на затек американская пленка топового качества с супер глянцевым лаковым слоем который придает прекрасный блеск кузова автомобиля минусы в принципе точно такие же как и у стандартного покрытия автомобиля стандартные его краски локрашного покрытия это то что она может со временем царапаться никто от этого не защищен даже машины без пленки могут зацарапаться для чего и нужна полировка чтобы это все устранить то же самое происходит с глянцевыми пленками для того чтобы правильно оклеить автомобиль необходимо только рука проверенного мастера с большим большим опытом чем мы собственно и занимаемся у нас компании про тюнинг и уже благодаря этому на протяжении многих лет выдаем топовые проекты по качеству и по внешнему своему виду нашим клиентам еще один вопрос который часто возникает у людей по времени сколько клеится машина в среднем это происходит где-то за неделю плюс-минус потому что автомобили бывают разные я думаю вы это сами понимаете что у нас может быть например маленький toyota vitz либо большой бмв x7 поэтому сроки могут немного варьироваться но не критично то есть среднем это выходит около недели с учетом разборки машины подготовки и как лейка то что я вам показывал что качественно это все сделать самого процесса оклейки виниловую пленку и собственно сборки автомобиля и подготовки его к выдаче следующий вопрос что нужно делать после оклейки самое главное самое основное правило которое мы всегда говорим всем клиентам это необходимо после оклейки в среднем через неделю либо через две недели зависимости от времени года потому что температура на улице у нас разная и пленка тоже ведете после оклейки по-разному необходимо сделать прогрев и коррекцию пленки на кузове автомобиля одним важным условием езды на автомобиле после процедуры оклейки и до первого прогрева является то что машину категорически нельзя мыть ну я думаю в принципе недели это не страшно можно поездить на автомобиле тем более при процедуре прогрева и коррекции пленки на автомобиле мы дарим бесплатную detailing мойку автомобиля как снаружи так внутри поэтому вы получаете еще один небольшой бонус от нашей компании и наверное последний вопрос который может возникнуть это сроки гарантии на пленки на сам материал и на нашу работу но первое на сами пленки идет гарантия от производителя в среднем на винил это от 5 до 10 лет зависимости от выбора производителя который делает саму пленку и гарантия на наши работы один год то есть за протяжении первого года эксплуатации пленки на автомобиле вы можете приезжать к нам на коррекцию мы естественно все это будем исправлять если такого имеется как правило по своему опыту скажу что автомобили которые выезжают от нас и делают первый прогрев в назначенный срок как нужно собственно после этого 95 процентов автомобилей уезжает и больше не приезжает с проблемами по пленке на кузове но для того чтобы все эти материалы гораздо дольше прослужили на кузове вашего автомобиля сохраняя свой первичный вид мы настоятельно рекомендуем оклеивать сверху на виниловую пленку второй слой прозрачного полиуретана то есть мы не изменим цвет прозрачным полиуретаном но защитим покрытие думаю как вы поняли что виниловые пленки у нас несут свою цель именно косметическую сменить внешний вид автомобиля придать ему яркости либо наоборот его сделать более незаметным в потоке кому как хочется а полиуретан прозрачный у нас несет функцию защиты я надеюсь что мы ответили на все ваши вопросы которые вас интересовали если вдруг что-то забыли обязательно напишите об этом в комментариях и очень хотим увидеть обратную связь понравился вам новый формат или нет обязательно отреагируйте на это видео поставьте лайк либо напишите комментарий еще раз хочу напомнить о наших тюнинг центрах по адресам город краснодар улица российская 313 либо уральская 35 где можно выполнить все эти услуги и не только еще раз хочу напомнить что тюнинг ограничивается только вашей фантазии и обязательно подписывайтесь на наши каналы чтобы не пропустить новые видео